Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы просили, и я пригласила А он, конечно же, не смог мне отказать Встречайте, в студии Цвет-ответ самый добрый И очаровательный парень Артур Бабич! Почему Цвет-ответ? Я тебе сейчас правила скажу Ну давай, рассказывай У нас есть семь тем для разговоров Семь цветов Но сегодня за выпуск мы поговорим только на три темы Ты сам рандомным образом выберешь себе цвет Тебе нужно придумать, кстати, топ-слова Давай прямо сейчас придумаешь Писька А поприличнее? Писюн Хорошо Отлично, Писюн Тебе нужно будет громко Че? То есть, когда я говорю слово Писюн, ты молчишь? Да Смотри Писюн! Да Артур! Ну все, молчи! Давай просто помолчим А ты сюда пришел молчать? Ну да Нет, ты сюда пришел, чтобы отвечать на мой вопрос Поэтому давай В любой момент, когда тебе захочется, говори топ-слова Писюн И... А, синий Синий Понял А, вот оно что Я понял Вот оно что Я понял, как оно работает Ну, до тебя все со второго раза доходит Как ты думаешь, что означает синий цвет? Ну, что... Вода Че может синяя Небо Небо Вода Что-то ассоциируется с добрым таким Небо, солнце, облачка Мальдивы какие-то На которых я не был Практически Деревня? Это семья А, семья? Да Сегодня мы поговорим о семье Которую ты когда-нибудь повезешь на Мальдивы А у Дани синий цвет был? У Дани не было, но у тебя сегодня будет Артур Артур, у тебя пока еще нет семьи в классе Давай я продолжу У тебя еще нет семьи в классическом его понимании То есть, мужа, детей Правильно Жены, детей у тебя нет Поэтому я тебе сейчас создам предлагаемые обстоятельства И тебе нужно будет быть со мной максимально откровенным Ситуация Ты в отношениях Вы решаете съехаться Какие домашние обязанности ты не согласишься выполнять? А что точно возьмешь на себя? Ого! Вот это вопрос! А ты что думал? Ну, например, стирать вещи я могу Но я бы хотел, чтобы это делала моя жена, можно сказать? Жена Жена, да Что бы я взял на себя? Лежать на диване Отлично Смотреть телек Играть в компуктер В каэсочку Кушать то, что она приготовит Опять же Ну и... Девочки, ну вы поняли Артура Бабича в мужья не берем Да, да Запомни, пожалуйста, это Все запомнили? Ты запомни тоже Я давно уже это поняла Отлично Мы поняли, что Артур готов взять на себя самые важные обязанности в семье Ну а что еще делать-то? В компуктер поиграть? Зачем еще мужик нужен? Ладно, давай к следующей ситуации Стой, стой А что мужик должен делать? По твоему мнению? Во-первых, он ничего не должен Оууу А если дальше? А если дальше, он Не придумал, да Он может помогать Как это? Он может помогать Забивать гвозди в стих Конечно Чинить стиральную машину, когда она ломается Как же часто у нас ломаются Помогать мыть посуду Помогать убираться Потому что жена, она обычно тоже работает У нас дома две посудомоечных машины Стиралка две И где там гвозди забивать в стиралку? Артур, сейчас это выглядит как семейная драма Давай продолжим отвечать на наши Да ты так и не ответила Предлагаемые обстоятельства Итак, ситуация Ты в отношениях полгода У вас все идет гладко Но твоя девушка беременеет Вы это не планировали Твои действия Ну, типа Давай добавим Ты любишь эту девушку У вас все хорошо Ну, вот случилась такая ситуация Я сразу захожу в интернет И спрашиваю у гугла Сколько стоит хлеб Чтобы сходить за хлебом На самом деле шутка Ну, типа Чего не бывает Придет Ну, получается у нас в семье Будет на одного человека больше То есть, ну Так получилось Будешь воспитывать Ну, на самом деле Это грустно Типа Когда родится сын или дочка Мама, папа А как я появился? Ну, так получилось Знаешь, что половина страны Так и есть на самом деле Ну, я не хочу Например, с рождения Лгать Своему сыну или дочке Что, типа Он не сильно жил А зачем лукать? Ну, потому что Так получилось Мы не хотели Но так получилось Это же все равно не Ну, когда он родится У тебя появится к нему чувство Это судьба Ты все равно влюбишься В этого ребенка Твой лучший друг С которым вы уже сто лет вместе Не разлей вода Забеременела Что вы делаете, да? Подожди Постоянно подкалывает Из-за внешности Твою будущую жену Она просит тебя Не общаться с ним Кого ты выберешь? Я? Да Друга выберу Ну, типа Че такое? Почему? Ну, потому что Ну, типа Твоя любимая женщина И друг Ну, любимый Друг любимый Любимый друг Ну, смотри Че с другом можно сделать? Лежать на диване Лежать на диване Играть в кс-очку Хавай еду А че можно делать С любимой женщиной? Действительно Слушать, как она На тебя орет Когда ты играешь в кс-очку У Артура Какой-то странный Слушай, как она на тебя орет Когда ты лежишь на диване Слушай, как она Говорит, что не хочет готовить Когда ты что-то ешь Понимаешь? Поэтому друг, конечно Блин, ну у тебя Какие-то очень странные отношения Мне кажется Были, Артур И твое понимание о них Были, да Оставляет желать лучшего Но мы тебя услышали Вчера я вообще не говорил И такое ощущение Вроде бы слова забыл Это сейчас просто Тяжело разговаривать Да нет, Артур У тебя всегда такое Не переживай Все хорошо Слушай, кто бы говорил Смотри, есть книжки Просто их можно читать Но это так На будущее Давай к следующей ситуации Смотри, Артур Ты сделал предложение Свадьба через месяц Твой младший брат Заявляет тебе, что влюблен В твою будущую жену И просит либо отменить свадьбу Либо он не будет с собой общаться Твои действия Поделюсь с братом Мне для брата ничего не жалко На самом деле Пусть приходят Будем втроем жить Чего ли моему брату 10 Он типа такой Артур, я влюбился в твою жену Подожди Это предлагаемое обстоятельство Твоему брату 25 Через 10 лет Возможно, ему уже 18 Ну нормально Будем втроем жить Тебе 20-30 лет Слушай, мне для брата Ничего не жалко Все, что мое То брата Все, что брата То мое Ты уверен, что твоя будущая жена Согласится на такие условия? А кто ее спрашивает? Типичный вид арбузеров Какие? Девочки, запоминайте Записывайте эти слова Чтобы никогда не попасться в их сети Просто, если бы ты моего брата увидела В 18 лет Ты бы поняла, что Блин, как же тут выбирать Согласна, я бы тоже выбрала брата Ооо Артур Следующая ситуация Ты глубоко женат Артур Ты глубоко женат Глубоко это как? Это то есть Это когда тонет человек Вот там глубоко в воде А как глубоко мы будем Ты мелко женат Алло Ты уже долгое время Находишься в союзе Со своей любимой женой Советский союз Распался же Ты уже долгое время Как тяжело У нее Брать У меня Как же тяжело Ей брать У меня Кстати, Артур Ты же впервые На моем шоу Да Лучше бы не приходил, конечно Согласна Смотри, Артур Ты уже давно в браке У вас дети А ты откуда знаешь? И тотальная идиллия Жена заявляет, что изменила тебе с твоим лучшим другом Держать себе это не может, но и разводиться не хочет Ты подашь на развод? Или сможешь простить? Ну, подам на развод Вы уже давно в браке У вас есть дети Ты ее любишь Она тебя любит Это произошло случайно Она говорит, что это ошибка Как может быть случайно? Ну, типа Дорогой, прости Я тут шла в магазин И случайно Ну, выпившая, например, она где-то была Не отвечала за свои действия Например, моя жена бы точно не пила И поэтому Случайно выпившая Она точно этого не сделает А если как-то сделает То До свидания Твой 16-летний сын Заявляет тебе, что он гей Да ладно Что ты ему скажешь? Поцелуй с ним Ну, подожди Действительно Давай на серьезном Ты умеешь Хоть иногда Подучать свою маску И действительно Нормально Отсюда Просто Мне кажется, что я вот в этом Пизачке похож на Даву И мне не очень хочется Быть серьезным Похож Похож, скажи Но тебе очень идет У меня сын будет 16-летний Когда мне будет уже где-то По 35 По 40 У тебя уже будет Богатый жизненный опыт Вот И тогда я буду рассуждать Немножечко иначе Что я могу сейчас ему сказать? Ну сейчас Предлагаемое обстоятельство Пофантазируй Интересно, что ты сейчас Сказал бы своему сыну Я просто помню У меня батя хейтил Когда я Ходил в платьях женских Когда видосы просто снимал А тут сын приходит Ну ничего Бывает Ну Ну ты примешь Эту ситуацию Ну Приму И Не откажешься от сына Нет Ну это же мой сын Ну Да, чуть-чуть Не туда понесло Ну ладно Артур, ну ты столько Сейчас говорил Просто уже невозможно Слушать Поэтому давай Ты сейчас пойдешь И споешь Это у тебя получается Лучше Хотя здесь бы я Сомневалась, ребята Арбузиша Пойдем петь С тобой Один Пойдем Чавой А потом лишь говоришь Тебе нужны только бабки А я знаю, где они Сидят на лапе А потом лишь говоришь Тебе нужны только бабки А я знаю, где они Сидят на лапе Тебе ткачок Кого Про талуи И ветмо Не заменят Одного Наш тобой Любовь А ты говоришь Лишь о них Да-да-да-ла-вэ Капуста Девочка Как грустно Слушать Из твоих уст Купи 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 И не слово А любви Как только Едем мимо Зума Ты скулишь 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 А может на метро Доедем до твоего дома Эти милые моменты Лучшие на свете Ой, да на кой тебе Эти паприкушки Цепи, кольца, тачки И игрушки А потом Лишь говоришь Тебе нужны только бабки А я знаю Где они Сидят на лавке А потом Лишь говоришь Тебе нужны только бабки А я знаю Где они Сидят на лавке переходим к следующему блоку то есть мне сейчас опять писюн говорит слово да ты все верно понял сейчас мы выбираем следующий цвет и следующую тему для разговора опять с тобой разговаривать да артур опять со мной разговаривать давай писюн желтый желтый цвет обозначает соцсети соцсети да не знаком с этим извините пожалуйста ты тогда но сейчас познакомишься сейчас появится голос свыше который будет задавать нам вопросы для нас двоих я тоже буду отвечать на них отвечаем да нет но если этого человека интересует подробности то мы обязаны ему рассказать одетского этого свыше ну что готовы эта колонка если что не свыше называется да готовы погнали вы можете прямо сейчас показать ваши вкладки в сафари а я перед этим почистил историю потому что до последняя шуме здесь я гуглил что такое трансформатор не спрашивать у меня ничего интересного салон красоты госуслуги сочи парк вы пользуетесь частным доступом в сафари нет это инкогнито типа да ну я я слишком глубже это не слишком лень вы когда-нибудь покупали подписчиков лайки или комменты нет да было дело когда я накручивал себе не только лайки лайки какие комменты а еще и сообщение вконтакте чтобы сделать видимость что хоть кто-то не пишет 2012 году где-то вы когда-нибудь ставили а потом убирали лайки в инстаграме да нет подробности но я когда рассталась со своим бывшим парнем убрала все совместные фотки и все лайки под его фотографиями просто настроение такой я когда расстался своим бывшим парень так не сделать вы наверняка блокировали своих подписчиков за что и кого в нем наверно в черном списке наверно человек человек или два просто выбесили как-то на самом деле я не обращаю внимание на какой-то хэйт или какие-то тупые сообщения просто мне захотелось черный список кидать по приколу до человека там сидит приколист нет у меня есть в черном списке подписчики но мне кажется тоже максимум человек 5-10 но это за то что они мне совсем гадости писали я вот многое вытерпеть могу но когда каждый день не пишут гадости но типа зачем вы следите за количеством подписчиков тик токеров из других хаосов да не а не почему мне интересно еще 200 тысяч не хватает девочки девочки у них еще есть беседа девочек из dreamtima там где они обсуждают у кого столько подписчиков и у кого как видос зашел его позвали на нет на самом деле я реально слежу потому что ну я в этом плане очень придирчивая к себе так сказать и когда я вижу что у кого-то подписчиков больше мне реально что-то загорается в голове я такая все мне нужно сделать все чтобы обогнать быть первым у меня со школы такое вы следите за кем-то не подписываясь на его аккаунт она до 100 процентов миллион про нет 4 рассказываешь у тебя есть сохраненки в сохраненных фотках блин отелки в челки прям написано я прям помню я уже их не смотрю это тёлки бывших бывших зачем них сейчас смотреть я уже взрослые мне это неинтересно папка просто осталось в инстаграме а я сюда я не сижу типа и все кому кто мне интересно я я смотрю так все кто интересен тебе сейчас перед тобой провокационный вопрос вы можете прямо сейчас показать свой директ да у меня ничего интересного одни авокадо дики мои подписчики и еще пары человек у меня принципе то ходи в общее да я захожу в общее тут чем меня дани милохин дани милохин оля гусейн гасанов рахим дима масленников маруся фан-аккаунты бэмби все ребята считай блогеры почти все прочитано некоторым не прочитал почистил перед шоу как и сафари глядя чему минуту всех телок по удалял вы помните свой первый заработок в соцсетях да я помню короче изначально когда я начал вести инстаграм мы вели с моим другом и у нас еще аккаунт назывался бой с села на двоих и мы до первую рекламу продали за 300 рублей мы залетаем вдвоем ко мне домой мама сидит готовит суп матки мама мы миллионеры за рекламу было не помню какой-то stories макет выложить просто соревновки 300 рублей 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 это много конечно у меня вот до сих пор остались stories и где я выкладываю говорю сегодня скидки реклама по 100 рублей а так она типа 150 стоило и я реально прям штук 10 макетиков выкладывала кофе попить прям это надо сих пор делать скидки на рекламу 100 рублей пишите я как-то выложила эту stories из архива к себе так нереально подписчики начали писать и говорить давай карту скинем сотку чисто 2 назад нет карте не дала вы фотошопить и свои фото нет да иногда иногда последнее время вообще нет не она а девочки которые делают и фотосессии вот они там ничего такого не фотошопит это называется обработка фотографий но тоже эти 3 главы наверху это фотошоп это просто обработка обычно я нет вы когда-нибудь выдавали чужие идеи за свой авторский контент на самом деле я все видосы что у кого-то беру именно прямо идею я пишу в комментариях в тик токе ни разу такого не идея лампочку в основном и не к человека просто есть челленджи там где мы все танцуем а есть ни разу не видела тебя такого чтобы ты выписал я делаю я делаю я потом покажу раз в год хорошо покажешь но на самом деле я хотя бы раз раз хотя бы раз год полка стреляет у нее ни разу полка не стреляла еще тик токе все воруют идеи друг друга и я ни разу не видела что эта идея не твоя ань ты поставь все мои комменты читаешь да вы знаете как зарабатывать если рекламу в интернете запретят ну да телом чё тихо этот доски для забора ваня будет продавать на трассу можно пойти чуть-чуть и куда пойдешь на заправке работать будешь ты хочешь сказать что я не привлекательная ну для заправщицы норм вы когда-нибудь состояли в телеграм-каналах со сливами от блогеров нет я подписался на какой-то канал там где и потом этот канал переименовали сливы блогеров типа что такое а мне это вообще не интересно самом деле ты практически каждый день раньше заходил в крысы всякие сливы и смотрел ли стал новости новости про блогеров и сливы блогеров новости кому он сливается артур не только ты сегодня будешь рассказывать про мои папки с тёлками он тоже сидит телеграм-каналов я не могу находиться с этим человеком поэтому давайте сразу перейдем к третьей теме для разговора готов выбирать цвет а придется говори в определенный момент стоп не буду если что мы ждем твой писюн артур чатик так поставить давай выбирай писюн фиолетовый мой любимый цвет фиолетовый любимый цвет артура тема называется фанфики фанфики да это твои любимые знаю это там где пишут о воображаемом чем-то с кем-то но это по сути истории подписчиков ты читал когда-нибудь фанфики про себя не мы снимали фанфики про себя а я знаю ты рассказывал до 12 еще там просит про секс до 9 писала фанфики до было браги надо ну а не 14 лет я активно читала фанфики потому что я была фанатка one direction и потом я начала писать фанфики артур я нашла несколько смешных фанфиков и сейчас я буду их тебе зачитывать а ты будешь угадывать концовку готов нет поехали фанфик называется завтрак дания вышел из своей комнаты и направился на кухню дания всем доброе утро есть чё похавать маха доброе утро каша кстати очень вкусная дания фу мне бы бургер какой-нибудь выживать артур утром очень полезно есть кашу так что давай давай на мгновение дания посмотрел на артура нужно угадать продолжение ничего не пах пошли хавать кашу чуть-чуть тому я типа должен продолжение посмотрел на артура и сказал ты чё дурак я не знаю я не знаю что то может быть вообще обычно вот в таких они засосались потом на потери пульса отличное продолжение потому что дания уставился на зад артура и начал представлять как он и артур маха вышла дания артура остались одни дания подошел сзади к артуру и куда обнял его артур что за мысли как это же детские фанфики про уставился назад артура это не могут быть детскими фанфиками почему нет попа грязная была давай дальше следующий фанфик называется ревность давай читать опера лям давай давай 740 воскресенье прекрасное утро анюта накрасила и оделась пришила выйти на балкон там же свою очередь был артур о покровская явилась заткнись придурок не ломайся услышав это да не начал дико смеяться но чтобы не мешать пошел в комнату я с тобой не разговариваю ты достал ты не хочешь душ малышка я не малышка артур замолчи бабич взял они за талию потянул к себе я знаю ты хочешь чтобы я продолжил совсем нет артур отпусти ну ладно под футболкой у моей малышки они уже не могла говорить о переполненных чувств артур не целовал не моя одежда вышел из комнаты давай следующий фанфик он называется переработали сейчас мы с тобой на работе даня ребята гол ролики записывать все готово нет уже идем мы знаете тоже идем ему включили видео с сочной красоткой и тут бабич сидит и смотрит видео с сочной красоткой и тут его глаза были лично ее вишенках это была случайность нравится аня блин заткнись конец ролика ладно пошли в комнату а не решила слегка подвыпить в честь дни рождения ее брата как обычно переборщила как обычно аня ты на куху артур увидел аню в хлам а такое было вам скажу бабич отнял у нее коньяки понес покров комнату это точно фанфик или у нас камеры в доме стоят чуваки короче в прошлом году 15 декабря день рождения а не покров я уехал домой пораньше лег спать думаю ну утром типа где-то в 45 захотелось не в туалете понимаете да просыпаюсь и чего вы думаете я вижу перед собой справа лежит аня вот так ну я ушел лег на пол на пол отличная концовка фанфика я считаю артур ладно артур ну как я тебе в роли ведущий ну бывало и получше на самом деле читаем а с вами была я аня покров артур бабич ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях кого можно позвать следующему гостю меня но пожалуйста не пишите больше артура бабича я этого не выдержу всем спасибо все свободны ты тоже пошел отсюда пока видел как-то поздно вечером ты возвращалась домой не одно а в моих руках были цветы все разбилось как думали думали что любили но не так и я к тебе навстречу шаг ты назад два я больше не твой маяк ай не вернусь тебе назад знай думали думали что любили но не так и я к тебе навстречу шаг ты назад два я больше не твой маяк ай не вернусь тебе назад добивался так долго как река волга течет между нами теперь пропасть течет ты хотела не любви а большой счет и это закрыло у тебя не зачет ты такая милая ты такая няша жалко что ты дура и с личиком все краше жизнь такая штука все вернется назад ты меня поюзала щас юзаю тебя капали капали на пол слезы детка забудь эти красные розы он тебя не любит мне очень жаль я проще боль ай на сегодня все потрясаю план today Таши клубы твой эс Черный мерседес, черный худи, черный блеск Черный мерседес, затонированный весь За разбитые сердца попадают в Гиннес Вино твои раны залечит Он не пришел навстречу Не плачь, деньги сделают легче Айфон обнимет за плечи Думали, думали, что любили, но не так И я к тебе навстречу, шаг, ты назад два Я больше не твой маяк, ай Не вернусь к тебе назад, знай Думали, думали, что любили, но не так И я к тебе навстречу, шаг, ты назад два Я больше не твой маяк, ай Не вернусь к тебе назад, знай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok